ну соответственно есть там по про наш опыт этого опыт коллег чему приводит реализация вот этой картинке что как бы идеальная скан так система планирования как результат планирования когда вы знаете для каждого компонента составе вот это пример дымососа дамы все представляющий к дымосос соответственно он расписан как некие типовые как так элементы и дефекты которые возникают на этом элементе соответственно есть некий параметр который говорит о том каком состоянии может находиться этот узел с точки зрения его там техники посадка соответственно есть даты этот важный момент то есть есть некие показатели которые позволяют оценить какой момент времени может произойти отказ причем с точки зрения там но наши методологии считаются две даты 1 вероятность на дата по истории отказов этого компонента составе этого дымососа да видно что 2029 года вторая оценка это диагностический если этот дымосос оснащен какой-то системой оценки состояния приборами либо происходит какие-то плановые работы по измерению там диаметр этого вала до соответственно момента в разборке тогда и вторая дата и сухие не диагностики тесно если вы научились считать экономику ущерба от отказа если некая оценка денег сколько вы потеряете случае отказа этого вала составе этого дымососа но с учетом того что у вас это событие может произойти там через 20 лет вероятность отказа она нулевая соответственно умножается ущерб на риск отказа получаете риск выжженных деньгах то есть это вот то что называется планирование с учетом риска отказа компонентов составе этого оборудования при этом из сметы либо информатива на регламентный ремонт вы знаете стоимость мероприятия по замене этого вала и соответственно сопоставляя риск отказа со стоимость ремонта вы уходите на решение будете ли вы менять в этом дымососе вал 2017 году это то что называется прикладной инструмент планирование с учетом надежности риска я не рассказываю как все получилось как бы поскольку эта тема очень длинная течение целого дня рассказы но вот как финальная табличка на многих финансистов радует потому что можно достаточно просто определить некую границу на которую вы деньги выделяете именно рисков и получить некую оценку бюджета автоматически и и и и говорит Продолжение следует...